Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я кратко напомню, что было в анонсе, чтобы кто-то не до конца дочитал или что-то призабыл Хорошо, и расскажу основные термины, чтобы наше сообщение получилось максимально непонятным между собой и для аудиторий Значит, сложилась такая ситуация, что мы, я имею ввиду, белорусское общество в протяжении долгого периода времени используют различные произведения интеллектуального труда Значит, это и компьютерные программы, и музыка, и кино, и клипы и так далее и тому подобное В общем-то, они задумываются про множество аспекты В общем-то, они задумываются про множество аспектов Один такой самый яркий, с которым мы все встречались, при установке программного обеспечения мы, как правило, соглашаемся с лицензионными соглашениями очень быстро И с нетерпением хотим узнать, что это за программа у нас установлена Вот, это вот первый такой аспект И второй то, что, значит, наряду с этой тенденцией, которая сегодня существует среди пользователей То есть свободная имя информации Пользователь стремится не только ее, в общем-то, познать, то есть использовать, но некоторые еще стремятся его познать, видоизменить И произвести какой-то творческий акт Возможно, видоизмененное произведение пусть к новым произведениям И с другой стороны существуют тенденции к законодательству То есть в Беларуси 20 лет назад стал независимым государством И начало впитывать определенные нормы, законодательные нормы, которые характерны для международного права Международного частного права, личного права и так далее И одним из важных этих аспектов международного частного права является так называемое авторское право Либо которое больше знакомо в среде юристов И, в общем-то, это авторское право, оно имеет набор каких-то прав, обязанностей и так далее Основное то, что можно выделить в понятии авторское право, это два таких фундаментальных права Это моральное право и экономическое право К экономическому праву можно отнести, в общем-то, с... Сначала начнем с морального, потому что оно гораздо короче Моральное право — это право авторства То есть я написал песню, подписал право авторства И моральное право — это защита чести и репутации То есть если кто-то начал подписываться неправильно И еще пусть там... Ну, нарушать какие-то понятия чести, в общем-то, это вот моральные права А все остальные права — это экономические То есть право на однородование, право на распространение, копирование, видоизменение, изучение То есть если говорить, например, про компьютерные программы То изучить что-то большее, чем просто функции программы — это изучение И это регулируется сегодняшним авторским, в общем-то, законодательством То есть в области авторского права Это основные две такие тенденции Значит, пользователи стремятся максимально свободно все использовать И, в общем-то, видоизменять А закон это все максимально зарегулировал То есть, в общем-то, в нем, скорее, заключено все запретительное То есть если мы создаем какое-то произведение Неважно, какого эстетического качества оно есть Написали его То к нему автоматически начинает действовать вот это авторское право В Беларуси она жизнь автора плюс 50 лет В других странах она может быть немножко другим Но смысл такой, что сегодняшняя копера действует по факту создания произведения И это в эпоху, в общем-то, цифровую, когда произведения в интернете создаются просто большими потоками Очень создается хаос, да? Где произведение, когда оно создано, пево автора А если много авторов, что делать? А если часть произведения один автор, часть другой третий И она еще во времени меняется Вот это все создает такую смертную ситуацию Ну, по отчетам экспертов различных В общем-то, цифра, понятно, что взята с потолка, можно так сказать Но 90% белорусов плюс-минус пираты То есть пираты в понимании каких-то правобладий Они используют не авторизованный, не лицензионный контент Это начиная с программного освещения Заканчивая, в общем-то, развлекательным каким-то контентом То есть там может быть музыка, фильмы и т.д. Ну, это вот основная проблема возникает на стыке Почему большинство пользователей все-таки используют произведения Не считают это, вот, со своей стороны, аморальным Нарушая какой-то закон долгое время А этих пользователей большинство Но закон в то же время развивается То есть в 2011 году были приняты какие-то поправки в закон Об авторском праве и смежных правах Ну и плюс еще существуют смежные инициативы Которые изменяют не только сам закон Но и гражданский кодекс А и другие смежные кодексы Которые, в общем-то, постоянно зарегулируют сферу обмена информацией И, ну, я попробую начать, значит, сегодняшнее общение с того, что Сейчас, на сегодня, вот, какие-то фильмы собирают просто миллионы зрителей Какие-то музыканты на своих концертах собирают там тысячи зрителей В общем-то, контент, медиа, в данном случае Концентрирует в себе большую толику, там, какой-то власти над аудиторией Это этическая, эстетическая власть Ну, в общем-то, этот момент спорный Но мне важно подчеркнуть, что на сегодня Вот, медиа, значит, экономика, контент-индустрия И музыкальная, фильмы индустрии и так далее По сути, являются каким-то глобальным рычагом, да То есть, трансграничным рычагом власти Вот, как этой властью распоряжаться сами творцы Или те, кто покупает у них права на эти произведения Вот, это интересная, ну, интересная тема Которую я сегодня адресую как минимум двум людям, которые здесь находятся Вот, но я бы еще хотел подчеркнуть один момент То, что, когда мы говорим «авторское право», важно понимать, что в авторском праве От автора осталось только два пункта Это защита чести и достоинства, в общем-то, и право самого авторства Потому что большинство прав экономических, которые там прописаны, они касаются правообладателя И в данном случае правообладатель – это человек, который по какому-либо договору получает экономические права на произведения И пользуется ими на правах, в общем-то, оговорили на договоре Но, как правило, это вот самое фундаментальное Это жизнь автора плюс 50 лет, то есть это такая вот монополия И в учебниках сейчас появляются дисциплины основы управления интеллектуальной собственности в университетах Там, в общем-то, прописывается, что сегодняшнее авторское право – это механизм обеспечения монополии правообладателя Для получения максимальной прибыли за период действия этого права Вот, это основной такой, заходной момент И последнее определение, которое я хотел сегодня дать, чтобы мы понимали, что такое правовой легилизм Я не буду говорить жестким каким-то юридической терминологией, но правовой легилизм В простом понимании этого слова – это тогда, когда какие-то нормы права, институты права или отрасли права Не воспринимаются большинством в обществе То есть пишутся какие-то законы, которые во многом не являются правовыми То есть они не признаны, они не служат, не выражают какое-то справедливое начало Ну и законотворчество, справедливое начало является одним из важных и фундаментальных определений каких-то новых законов Вот, это все определения, которые сегодня будут фигурировать в нашем разговоре Если что, то кому-то будет непонятно всегда задавать вопросы Так, да, и у меня вот вопрос к Антону и Жене Вы являетесь, в общем-то, людьми, которые создают образ, возможно, не образ, а создают медиапродукты Которые, в общем-то, очень много последователей Вот, и как вы, например, я недавно смотрел клип на ютубе, вот, был сделан И интересно, что он был, в основном, вся среда, в которой что-то происходит, это игровая среда Вот, а известно, что, ну, все пространство игровое, это, в общем-то, пространство, защищенное авторским правом, да? Вот, и вопрос такой к вам Как вы, как, истории этого, ну, не возникло ли каких-то конфликтов с правообладателем? Как вы это решили? Расскажите, может быть, мы поймем больше, как дальше Про историю танка Да, ну, до этого был регламент, там, 3-5 минут, да? 3-5 минут Ну, и про танкер запросы, да, и начнем сейчас уже с 3-5 минут Ну, я думаю, что вы можете не только отказываться на питание, или просто вкладывать не только тезисы, что до темы, как так будет А под шестой тезис? Актуальный вопрос, ну, тот, который нас вообще собрал здесь, это авторское право, использование авторского права Действительно, есть законодательство, где, ну, есть описание, что является там, что такое авторское право Есть законы, направленные на защиту авторского права, есть ситуация, вот, то, что 90%, ну, исходя из той листовки, которую вы рассылали, 90% пользователей, значит, являются пиратами и нарушителями авторского права Ну, значит, механизм этот очень продукцовывает, не работает И поэтому можно, ну, я хочу сказать, вот, из своего опыта, из нашего опыта, ну, выразить, скажем так, наше отношение к этому вопросу Ну, понятно, что если авторское право вообще не работает, то у автора появляется минимум стимулов и у создателей не было там произведения, является минимум стимулов для того, чтобы что-то создавать Ну, вот, мы делаем, делаем, делаем А основное, все идет к тому, что основной источник, там, тиражирования, там, источник продвижения, это интернет он с каждым годом, его процент все увеличивается и именно в интернете, если в кем-то себе так там все понятно, продал билеты и иди смотри фильм то в интернете тут очень много упирается на личное, там, отношение человека к данному процессу А что говорить, если, может быть, японцам, немцам эту ситуацию легче решать и в связи с ментальностью их, они не были, ну, они все время находились, скажем так, в неком правовом поле а в то же время платежеспособность, общее население более высокая, чем у нас и получается, что, может быть, там, ну, понятное дело, процент будет и контроль другой и поэтому процент будет другой пиратов, относительно, там, скажем, ну, в случае Беларуси и в то же время есть другая крайность, то есть одна, это автор, да, должен, нужно как-то стимулировать желание автора, а также творческих коллективов нечто создавать а второе, ну, чего же нам себя обеднять обеднять, да, у нас мало денег, но мы можем просто там, ну, что-то, как-то чего-то зайти элементарно на торрент и что-то скачать но другая крайность, если, вот, например, представить, что будет работать авторское право активно, я говорю, пострадают, во-первых, пользователи, что не будет доступа ну, актуальной какой-то информации, к актуальным произведениям искусства и здесь важный момент, что, вот, обратите внимание, исчезло понятие, например, там, ну, народная песня, да это вот связано с развитием и вот этой вот, ну, юридической базы, правовой базы относительно авторского права ведь придумывал человек песню, она переходила из уст к уста, таким образом оттачивалась и мы получали некий бриллиант, который переходил через, там, может, прошел через тысячу людей и до сих пор это такой живой процесс, вообще, народное творчество а тут, получается, авторское право, оно тормозит народное творчество потому что, есть Вася, который придумал вот эту песню и как он ее придумал, так она дойдет, значит, получается, через сто ну, пятьдесят лет жизни, как минимум, плюс пятьдесят лет после смерти и через сто лет мы получаем некий такой закрестеневший, может быть, продукт и, получается, мы, ну, люди сами себя обетняют таким образом то есть, все, что связано сейчас, получается, с народным творчеством, это то, что было когда-то до авторского права а, знаете, есть, например, первое музыкальное издательство такой, крупнейший держатель авторских прав в России, ну, на постсоветском пространстве вот у них было на дверях, еще там, пятнадцать лет назад на кабинете директора написано, кто первый с ТП, тот и прав вот, знаете, вот отношения, например, авторских монополистов к этому процессу то, чем мы столкнулись сегодня, собравшись здесь значит, я, к счастью, присутствовал здесь назад на подобном сборище в Стокгольме когда шведы между собой решали вот этот вопрос с авторским правом потому что, ну, левая страна, ну, с какими-то ливатскими ориентирами они... в хорошем смысле этого слова социальное ориентирование, скажем так и авторское право, и как быть, чтобы и друг друга в общем, они придумали модель, которая... но она может заработать эту модель только когда весь мир, условно говоря, или там Айкумена, там, цивилизации подпишется под это смысл был такой значит, создать некий, ну, условно можно назвать это, профсоюз то есть собрать все произведения в одну кучу такой некий мировой банк данных авторов и их произведений и пользователям платить ежегодный взнос, ну, условно говоря, 10 баксов в год а тот, на кого ты кликаешь, автор, что ты посмотришь тебе из этой общей суммы, значит, этот процент одна тысячная копеечка, значит, за это идет и получается объективная картина вроде и денег немного, вроде бы, ну, по 10 баксов каждый день скинется ну, у кого есть компьютер, это возможная цифра а в то же время абсолютно адекватная оценка если твое произведение посмотришь 10, ты получишь 100 а если твое миллиард посмотришь, вот это... Жень, можно остановиться? Я закончил и я думаю, что Олег так неизгодно и кивая, и крусть его обой может тогда почнение скрыток скрыток? ну, и свои позиции, на этот план, как бы, это интенсивно распрощается частково, словно... да, не частково, так конкурент мы все ведаем это обстоятельство я очень старт и с новыми движениями уже не первый раз стыкаюсь на разговорах и без данных правов на интернете и мне бы хотел, как бы, ну, это еще такая ракурс вот таким все мы можно с вас, так или иначе 10 долларов, 15, 20 долларов в месяц мы платим за как званый интернет Кому мы платим? провайдеры кто такие провайдеры? той, кто предоставляет по сути судей и доступ до интернета это первое другая опасность у Белоруссии, в России на сегодняшний час так-то иначе, как бы мы не крутили и не шукали там все лякие ходы и выходы уще дорожечки ведут белцелеком просто к этому уще доброе разумение это установлен так-то иначе державные когда вы там поглядите кофе там чого и где належите и ким чинам отлимливаются лицензии на тое, что они представляют это доступ в интернет вы уважите, что это все державные установки доступная позиция такая, вернее, та самая важная когда попробовать добыть официйные документы и я это пробовал с родицей там мои студенты там, яким я как выглядае кошкарость откуда берется тая сумма, якую вы платите за интернет мы платим за интернет я, наверное, не в каждой стороне 90 110 тысяч 80 тысяч 200 тысяч яки вы платите за интернет теоретично еще равно можно проговорить что это, конечно обслуха ну вот этой техники обсталевания менеджмент а остальные они говорят, что это совесть со спутниками на самом деле, если вы покопаете вы понимаете, что это не так там все не совсем так и так далее так восемь параллельная сумма якую мы зараз платим за интернет яна у Беларуси абсолютно параллельна с тыми же самыми грошимы якие 20 годов тому мы отдавали за телефон за те же самые плытые музычные книжки и все остальное это параллельная сумма на заходе крикоиншая справа вы но я не так само гильны подобные на то, что бывает в России таким чином полстает питание тех же людей которые представляют ну послуги провайдера вы зацикавлены тем как в интернете появилась больше информации отказ надо какие самая дорогие тарифные планы набывают люди для вашего использования те люди которые используются торрентом которые сидят на ВКонтакте где можно вольна корыстаться вось гэтыми помпуласть вольна аутерским контентом аутерским контентом тады отрымливаются вам гэта выгодно провайдер да потому что самая великая еще раз берутся чтоб повольна ну просто трехкодовая комбинация таким чином вы поминны провайдера часту своего доходу отдавать творцам в сумме с тем что я не робец наполнение в этом контенте сядет человек пишет в ЖЖ провайдере ему платить? нет а сотни тысяч человек заходят на это ЖЖ поглядеть вот сядет там еще бурт створая музыку тысячи человек заходят и корыстаются и слушаются эту музыку в контакте на прессере не важно там ну это же зараз и самое главное помпуют праз по аламинке что он сам речь нормально но это же отбывается наполнение контентом всякую творчим особо провайдеры этого не робец мало того они сделали такую ось когда ты про правосоюз там сказали вот видать я закрутил нос вот эта разговора стратуешь ты про халанную говорю тогда вот она еще тогда и была вот такое питание поставили для людей которые гандлюют правом долучения интернет вы будете оплачивать наполнение не причинам отдавать част у своих доходов стоит причина что для вас это было это по-перше а в другое это ведовочное ваши обовязки отдавать это евро у рыж это рыж особо на нашей территории отказ недоволь это государственные это деньги кто вам себе будет скончу саму думку хотелось как мы увидим пиратство вот как мы видим в интернете и каким корреста под крышей державы под крышей потому что для ее это вырезать это просто раскрутается можно заболевать и она связана с тем что провайдеры державные если я просто запутываю провайдеры давайте створим какую-нибудь организацию какое будет обсуждать сколько будет забирая контакт сколько забирая тутбай заходили сторон от белорусского контента было больше сделайте некие гроши вы творцам мы столько за лицензию платят и скончаю да 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 конечно я просто саму эту технологию хотел бы еще раз продавать самая великая проблема вот я сократился когда ее называют она была с тем что такая же самая была и и на их натиснули першими красковой и они оборонились это были программисты и те сказали что все халиласка робите на провайдерах вот эту самую схему кликнул автор икс одно произведение сто тысяч раз автор зет у его сто тысяч произведений один раз кликнул что я это самая самая великая проблема я стала действовать что программисты сказали что тогда мы будем пановать потому что все любые накрутки в интернете будут рабить счетчики и будут на свой твор выставлять свою изученную шушку мне стоит что за эти конторы реальны только на это нужно вернуть увагу программистам и схемы и в завершающую все сферу подается что тут некаких вельми файных думок и тезисов с какими можно разбираться особенно я бы свернул увагу и потом я хотел бы отнимать комментарии от Михаила мы бы утягнули как раз людей трошки и больше утягнутых сфер провайдинга программования и так далее может быть потом любила протягнула или что мне показалось важным это то что он вздымает эту проблему которую понимает как фактически крадежу и правобога этого нигилизма тому что мы обучиваем это крадуть не грамадяне не кончатковый пользователь крестальник а крадуть тех, кто отремовывает податковые пробытки я это подкресил здесь механизм про который рассказывал Женя про максимум оплаты провайдинг коллективного банка весь механизм в принципе яснует питание конструкции права относинов и так далее ну и техничных мокчивостей программистов программования существенного выращивать эти проблемы то что ты наконец коментовал тут есть несколько моментов что когда мы скажем про контроль звука программистов над трафиком то это это нагляд над водяными кристалинками это значит что весь график все что вы робите оно и так все проглядается але это будет замотовано наполненными законодавшими документами это первое и мне цикало в этом контексте то что это то что авторы творче люди передают великую владу над своими творами какому посереднику и непрозристы непрозристы проблема мы створаем для крыстальники а посередник неведомо кто вось и как там и бывает это незначная проблема восьмой и пошатку Людмилы после обновления мне кажется что идея возложить платежи за авторские права на централизованного производителя товаров это не новая мы уже имели опыт действующем рекомендательстве есть норма когда производители устройств телевизоров аудио центров и так далее отчисляют определенный процесс процента стоимости товаров на обновления на обновления это только а кто компьютер телевизор 2% вверху вы будете красить это по реализовано то же самое можно сказать о попытке возложить платежи на провайдера здесь я вижу сразу несколько проблем во первых очень наимно полагать что эти платежи будет оплачивать провайдер из своих средств которые он принимает сейчас они будут перенужены на пользователей не экономическими причинами не только потому что это государственное учреждение монополизм да монополизм имеет свое значение действительно у нас основной провайдер и вот до недавнего времени до появления НСОД единственный держатель внешнего шлюза устанавливает монополизм что там стоить они очень низкие на самом деле частные провайдеры говорят о том что они и частные провайдеры покупают у белтелекома интернет оптом дороже чем это стоит для монетического пользования то есть говорить о том что эта деятельность супер рентабельная это не так это очень ресурсоемкая отрасль начиная построение инфраструктуры сейчас у нас поставлена задача по уровню провести хороший интернет с каждым приемлемом три пользователя и так далее то есть это рассматривает социальная проблема с рубил телефон за свои деньги поскольку частные провайдеры на это не пойдут не используют пользователи конечным пользователям конечным пользователям мы с вами в любом случае интернет подорожает и в зависимости от того какой процент будут перечитать провайдеры это все будет оплачивать конечный пользователь у конечного пользователя сразу возникает вопрос а я не люблю в русских он пастер вот мой сосед в ванных смотрит а я не смотрю я много не считаю почему я должен владеть сколько сколько иванов значит у авторов тоже возникнет вопрос моя песня супер популярна значит как я буду делить с Петровым который написал некоммерческую песню которую послушали два слушателя мою песню послушали миллионы на самом деле с технической точки зрения вот этот вопрос это очень большая проблема сохранить получить и сохранить информацию о победении миллионов пользователей в сети интернет в какой-то длительный период это очень ресурсно-емная проблема это терабайты информации значит если мы говорим не о байнете ну обама может контролировать я думаю его возможности тоже несколько и увеличила да вот если мы говорим не о байнете а значит о сайтах в том числе зарубежных то есть белорус Иванов пошел на сайт корренд ком и скачал там какой-то фейн значит нам придется контролировать весь интернет это неподъемная техническая проблема и разделить эти деньги неправедливо между правообладателями в таких условиях абсолютно невозможно мы получим то же самое что сейчас мы имеем с центром коллективной защиты авторских прав сын когда они с каждого там кафе где играет музыка берут определенную сумку денег но потом они как-то делят мелко-белорусскими исполнителями хотя в основном учить что-то греха дает бритни спирс поэтому все-таки мне кажется идти надо по такому да мы должны вводить бритни спирс ничего не получает абсолютно если вы поставите белорусскую что у меня есть предложение да значит все-таки идти по пути заключения договоров с правообладателями то есть отвечать должен владелец информационного ресурса а не права то есть если ты разместил на своем сайте объект авторского права у тебя должен быть договор с правообладателем но сейчас это нереализуемо почему потому что интересы большинства правообладателей очень слабо представлены у нас в истории мы имеем свой ресурс это партнерский проект с компанией webmusic имеет договоры с центром коллективной защиты авторских прав функций имеет договор с Глория Медиа которая представляет интересы церковных правообладателей на территории республики там еще ряд договоров с российскими аналогичными центрами но они признаются что они не закрывают 100% авторских прав которые в музыке на сайте почему потому что заключить договор с каждым отдельным правообладателем которые не представлены в центрах оперативной защиты которые есть в республике России нужно индивидуально связаться с каждым правообладателем провести переговорный процесс заключить договор перечислить деньги это очень трудно это не религи значит что я предлагала на различных аналогичных столах и так далее должен быть на государственном уровне создан реестр правообладателей причем не такой как в России сейчас создан когда вносится просто сам факт что на какое-то произведение имущественные авторские права принадлежат какому-то лицу а самозаполняемый ресурс где сами авторы правообладатели будут заявлять о своих правах размещать информацию контактную о себе размещать условия на которых они разрешают использование своих произведений это обличило бы в разы заключение договоров представления интересов и так далее возможно значит сделать градацию ответственности у нас сейчас ответственность очень серьезная догадались за нарушение авторских прав в законе о праве и смежных правах компенсация правообладателя может доходить до 50-ти базовых величин это огромная сумма но тем не менее не работает все равно не работает потому что интересы правообладателей не представлены а дело возбудается только после границы самого правообладателя значит сделать градацию если ты представил информацию о себе в этом государственном реестре то сразу даже без предупреждения может применяться ответственность если значит ты не представил информацию в этом реестре все-таки предупреждительный порядок как вот сейчас в России в последней редакции законов авторском праве которые есть сначала предупреждение если вы не удалили произведение после предупреждения там уже идет ответственность до блокирования сайта я считаю что это правильный подход а что касается правового анектизма есть такое понятие криминология правосознание то что веками сознание человека сознание общества не расценивалось как криминальное деяние оно и как бы в содержании многих поколений не будет рассматриваться как криминальное деяние ну перевозили пример народных песен вот если человек украл корову у соседа это испокон веков считалось преступлением этого человека осуждали вот если человек послушал как Мария Ивановна поет песню и спел такую же это никогда не считалось правонарушением это считалось распространением правовой структуры и так далее вот времена меняются контент у нас становится все более дорогим для того чтобы узнать произведения как у Ляписа или как у Троицы необходимые значительные усилия это не Мария Ивановна не Мария Ивановна которая спела там то что ей в голову пришло значит вот соответственно прежде всего первое чтобы изменить своё сознание нужно сделать правопослушное поведение наступное то есть для того чтобы человек перестал брать с пиратских сайтов нужно представить большое количество недорого листа сезонного контента значит для того чтобы это было сделано нужно сделать для владельцев информационных ресурсов доступно значит наведение контактов с правообладателями приобретение прав на эти произведения и так далее и когда это будет реализовано тут нужно включать определенные карательные механизмы то есть наводится порядок я думаю что вы фактично протягиваете логику удосконаление исключительных механизмов каутовского права развития механизмов и так далее и в этом есть полная логика и асенсованность что это процесс который развивается но все что состоится выключенным из этого процесса а с того что Михаил на початку напрыгают коллективную творчество интернет и правообладатель как по сути не может быть в этой коллективной творчестве которая есть то есть она выпадает и может быть проблемы которые не решаются таким принциповым а у нас такая позиция возникла вашей протягу развития механизмов хаутовского права и анаротично лиманской оппозиции и Олег Хоменко я думаю что социалистическая но она скорее коммунистическая собрать богатых одна это бедно но никто не говорит категорид не категорично не категорично не 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 в самой тяжелой ситуации потому что было то что я предполагала сказать в начале о том что я услышала и на что я уже очень хочу возразить и был еще вопрос на хаина поэтому сначала я начну вот с чего я начну с обозначения своей позиции в идеологическом плане как мы с Евгением в начале говорили о том кто центр левый левоцентрист и я вот прослушив все это я поняла что я сначала я решила что я крайне левый центр потом я решила что я еще более левый центр а теперь я думаю что я уже крайне левая крайне левая я потому что в данной ситуации я скажу прежде всего с одной стороны с позиции пользователя причем глобальной сети интернет и в этом смысле я категорически против я об этом неоднократно писала и говорила против самого слова байнет нету такого байнета интернет это глобальная сеть если мы стремимся к организации интернета к созданию заборов там где этих заборов нету то у нас будет байнет но заверьте существуют только байнет и рунет кто-нибудь слышал про аннет франкнет герунет и прочие радости жизни мне кажется что вот это чинанет это уже интернет наверное а не интернет да то есть и нам в этой ситуации конечно же нужно определиться все-таки мы говорим о глобальности интернет или мы говорим о юрисдикции белорусской власти потому что юрисдикции очень сложный вопрос онлайн в управлении развитием и использованием глобальной сети интернета если мы будем побегать от этой проблемы и делать вид что вот наши решения белорусской власти или кого бы то ни было решают проблемы авторского или применение какого бы то ни было права онлайн мы конечно в общем не видим а в области на поняток юрисдикции до интернета применяют потому что невозможно регулировать другой вопрос где границы этой юрисдикции как с этим работать но это дискуссионный вопрос он не решен поэтому работает глобальным футболом по вопросам управления интернетом поэтому работает евродит европейским по вопросам интернета поэтому создается собрание комитета министров европейского союза поэтому работают огромные исследовательские программы потому что это не тот вопрос который мы решим здесь и сейчас это очень сложный вопрос но я сейчас еще раз хочу повторить что я сейчас говорю с точки зрения пользователя глобальной сети интернет и я говорю о доступе ресурсов в глобальной сети интернет единственное что я могу сказать потому что возвращаясь к европейскому праву это конечно вопрос решенный что провайдеры должны быть освобождены на код ответственности за контент провайдеры должны быть вообще решены какого-либо отношения чего бы они ничего не должны делать в отношении коллектива вот это вот принцип который как бы зафиксирован и да нет сетевая нейтральность и ответственность есть две проблемы сетевая нейтральность и ответственность провайдеров и это разные проблемы вот можно это договорился потому что если у некоторых еще я хочу сказать вот часть моей позиции это уже позиция как историка в общем-то потому что я все-таки историк и я хочу сказать что все то о чем мы сейчас говорим как о чем-то незыгрении и совершенно таком вот таком и что нам с этим делать авторское право Германская конвенция я сейчас говорю глобально не говорю основное законовательство это 1886 год это несколько индустриальных стран которые собрались и создали принципы якобы справедливой защиты прав прав владельцев художественных произведений конечно с этого времени какие-то поправки были и организации интеллектуальной собственности и 1996 года соглашения но по всем этим соглашениям наш доступ к информации это исключение из авторского права вот что я хочу вот я сейчас говорю просто как пользователь что исключение из авторского права то есть по определению права еще мы должны здесь четко различать автора и правообладателя о чем говорил Евгений это совершенно разные вещи и Михаил говорит а потому что есть авторское право которое по определению вот презумпция это права правообладателей пользователей в этом то есть тех кто хочет получить доступ там нету вообще нету то есть и я как раз таки кстати хочу сказать большое спасибо за приглашение это потому что я как раз таки дала себе труд собрать такую простую фактическую базу для того чтобы поддержать легитимизировать мои интуиции вот и кстати буквально что вот-вот в российском журнале интернет цифра была вчитана очень хорошая статья британского юриста Алана Стори которая когда-то еще раньше написала статью сжечь Берм то есть Бермскую конвенцию которая говорит во-первых о том что это устаревшая конвенция о том что она не учитывает не только правообладателей и пользователей в равной мере но она не учитывает разделение между глобальным севером и глобальным югом потому что если бы мы до сих пор жили по этой Бермской конвенции в которой заложены принципы авторского права которые потом уже транслируются во все остальные документы то мы бы никогда в жизни вообще там не заложены необходимости обеспечить детей в Индии или Бангладеш доступными у них не было бы никогда этой возможности опять же говоря исторически да были с 96 до 2013 года шли очень активные дискуссии по поводу изменения соглашения по защите прав владельцев на произведение искусства и вот это не мои слова это Алан Стурик обращает внимание на то, что всюду речь идет о балансе о балансе прав правообладателей и о балансе пользователей но он говорит что в этой ситуации не буду пересказывать конечно же эгостатив вот ее легко будет прочитать в этом журнале он говорит что ни о каком балансе здесь не может быть потому что он говорит что это оксюмором это говорит как черная белизна и еще один момент когда мы говорим о правообладателях мы должны себе совершенно четко представлять что правообладатели как правило это не создатели по крайней мере это записывающие компании это те которые которые покупают у автора права заворачивают это в хорошую обертку и якобы предоставляют возможности для распространения и вот эти люди уже обладают авторскими то есть правами и я только один пример для того чтобы обострить ситуацию кратенький потому что это пример и пример это недавно был в Великобритании у Джона Кейджа знаете есть такое произведение 4.33 где 4 минуты 33 секунды тишины так вот правообладатель на это произведение подал в суд лист на произведение другого автора на CD которого была записана одна минута тишины и это вы понимаете о чем мы речим на тишине о пустоте а ну что а ну ли что самое интересное дело не дошло до суда только лишь потому что вопрос был урегулирован в государстве было бы то что компенсация правооблагательного 4.33 на Киеве Туртон но это глобально в Беларуси у нас угодно одно 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 для вас и для вы сказали что провайдер не несет отказности то контент это прицеповая позиция вы выключая то что сказал Олег то не но я на самом деле адресовала свой документ то что говорил Олег мне кажется что теоретически это возможно но это возможно при одном условии помните вы на круглом столе позавчера вы очень важный вопрос подняли вы говорили об этике и вот если у нас этические какие-то нормальные отношения если ну говоря простыми понятными словами если выйти из этих ценностных рамок можно сказать про ответственный бизнес если мы имеем в виду ответственный бизнес если провайдер понимает что да я зарабатываю деньги и я хочу что-то сделать хорошее из этого для людей то возможно он мог бы предоставить такого рода доступ не увеличивая плату за доступ но это вопрос уже другого чего и мне кажется что это как раз и мы регулировать так регулировать это принуждать выполнять долг закон принуждать выполнять этот закон здесь же существуют серьезные вещи и вообще когда мы говорим об авторском праве если будет время я процитирую набор принципов на которых по сути ценностных основано авторское право современность и вопрос это не мальчишка это вполне адекватный юрист и он говорит что если мы не согласимся с этими принципами не будем там вчитываться в законы закончики подзаконные акты комментарии и прочее если мы не согласимся с этими принципами то копирайта вот я даже себе большими буквами написала там он прямой говорит если отменить эти принципы то копирайта просто не будет их это добро? для меня да но это не означает что создатели произведений должны остаться без вознаграждений я абсолютно убеждена что если подумать можно найти множество способов так чтобы достойным образом создатели произведений вознаграждались более того это уже и существует я быстро ремарку например iTunes монетизировался ой не iTunes а YouTube дальше существует очень много ресурсов через которые уже даже не только там популярные музыканты но и люди от науки собираются на реализацию каких-то проектов то есть вообще действительно получается мы перешагнули в это новое тысячелетие и меняются формы взаимоотношений мы просто сейчас на сломе каком-то может то что мы сейчас будет результат это и многих дискуссий здесь вообще было можно еще по поводу слова по поводу слова по поводу слова а потому что есть такой замечательный персонаж Тимул американский юрист который в Мириске слонят с самолесиком и там всеми остальными это авторы Creative Commons и прочих радостей жизни которые в общем-то дают выход в какой-то из этой ситуации так вот ГУЗ говорит о том что любая технология начиная с телефона на самом деле начиналась как открытая технология потому что телефон когда изобрели это были точно такие же сообщества вот они по телефону коллективно разговаривали как мы сейчас нет не рация телефонные линии почему люди телефон ну там вообще очень интересная история другая но начиная с телефона и дальше и коче что происходило вот этот технологический цикл замыкался из открытой технологии телефон превращался в то чем владеет корпорацией государства и пользователи вот то что мы сообщество пользователей становились потребителями клиентами и дальше остальное авторское право рейтингу и что о том что мы сейчас как раз находимся вот в той точке слома когда еще непонятно интернет как любая другая ситуация вот цикл этот технологический заклопнется он станет таким же закрытым как телевидение телевидение кстати тоже я у него прочитала про паромаун и все что зависит да Антон что вы про все это думаете я поддерживаю вышесказанное мне просто в плане этого в плане слома не мысль а то что упомянутый Женей youtube он же google в общем незаметно для пользователя то есть пользователь не платит денег заходя на страницу и просматривая в нашем случае фильм допустим артист художник только создал произведение получает деньги вот и эта ступень нам нравится мы стараемся работать работать с такими формами то есть обходить авторские агентства общества по сути неважно если там да прослойку у кого-то есть ресурс этим заниматься а есть люди у которых нет ресурса они идут в авторское общество и вот это уже шаг вперед то есть вот этого хочется больше и на самом деле youtube это просто пример таких примеров много это есть сайты которые там напрямую допустим платят за деньги а есть те которые просто незаметно при себя видишь какую-то рекламу она нас не напрягает мы знаем что мы бесплатно посмотрим клип в качестве а артист знает что в конце квартала он увидит что этот клип принес какие-то плоды пускай сейчас это абсолютно не знает значительные суммы но артист знает что он напрямую заключает договор в частности с тем же гуглом и получает может анализировать там очень интересно все это в плане аналитики какие-то точки там как правильно разместить я к тому что вот такие формы сотрудничества за ними наверное будущее когда конечный потребитель не платит либо платит вайдером и прочее ну за счет и ничего не списывается например подойдите так само а ты сколько под его крышей на следующем час находится права не это еще круто конечно это та же самая схема это международность это на самом речи что будет только 20-25 крыш под которыми находится весь интернет 25 крыш под которыми продают все остальные продают и еще одну важную увагу и снова я буду оборонять свою позицию пусть ее можете разбивать провайдеры не несут ответственности за контент есть 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 ну тогда чему они только вот роши отремливают роши не только так и бывает не 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 безумно под их крышей десятки провайдеров кв в провайдеры вы имеете ввиду находятся давайте сейчас послушаем вопрос уже с самого начала остался я бы хотел продолжить сейчас я бы хотел понятие подсумывание короткое что оборужено что а потом уже Ты можешь пробить с новостью, огляд, какой, что за раз? Да, 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 на самом деле сейчас произошло, каждый измещал со своей колокольней, в общем-то кое-где оно было близко, наверное, к истине, где-то было далеко от истины. Да, но... А вы что, нет, Андрей? Я понятия не имею. У меня возникает вопрос, что мы, в общем-то, говорили здесь, ну, основная тема это авторское право, авторское право это какой-то институт права, то есть это какие-то законы, которые вообще обязательны для не только, в общем-то, авторов, которых, как правило, ну, меньшинство в обществе, а для большинства пользователей. Вот, то есть, конечно, мы будем искать всегда решение, кто-то будет для бизнеса искать решение, или кто-то для конкретного автора, чтобы тот имел какой-то доход и так далее. Это важные вопросы, но все законы, так или иначе, они пишутся для общества. То есть общество — это основной, в общем-то, потребитель закона. То есть тот, кто будет эти законы исполнять, кто будет наказан, кто будет поощрен и так далее и тому подобное. Вот, и вот этот тот момент, когда мы говорим вот про, там, какое-то право и про инфраструктуру, обеспечивающую это право, тут важно вернуться, в каком состоянии находятся сегодня, в общем-то, белорусские пользователи, да, насколько глубоко они все знают, что вот есть какой-то закон, конечно, есть хорошие бизнес-модели, которые вот реализуют вот типа флэпер, которые говорили, что можно почти как коммуналку платить за творчество, и это решает какой-то вопрос за какой-то творчество. Можно там концентрировать эти потоки финансовые тоже контролируются, но сейчас у нас есть закон об авторском праве и смежных правах. Он соответствует большинстве долларов, он соответствует Девятской конвенции, он подгоняется сейчас под соглашение тригипс, которое... В интернете он неравном. Вот, в общем-то, у нас есть закон, который подразумевает определенное поведение людей, определенные ответственности людей. И который не учитывает и аресты, например. Да, и вот что делать в этой ситуации, когда... А мы просто подгоняем не отмяем кого-то. Нет, ну... Изменять закон. Да, да, да. Да не сменять. Традиционным инжием поменять закон. Традиционным инжием. Традиционным инжием поменять закон, ну... И воспалить еще вот так, выпадково-то. Сейчас мы переходим в тот блок, когда... То есть первый блок, конечно, уже затронул определенную проблему, да, сейчас мы переходим в зону возможных решений. То есть какие... Вот каждый со своей вот уже колокольн начал пищать эти решения. Не треба колокольн. Хорошо. Дискурс и так далее. В общем-то, начали, да, двигаться в какие-то решения. Вот я буду, конечно, постоянно артикулировать к простому пользователю этого в силу, да, то есть к... То есть я... Тот, кто потребляет, да, то есть как это будет соотноситься, те правила, которые вы будете предлагать и задавать все вопросы. Поэтому я хочу вернуться. У нас есть вот этот закон об авторском праве, он исполняется, и одна из первых групп, которая начала применять схему альтернативного авторскому праву, просто выкладывать свои композиции в интернет. Это была, в общем-то, группа Трубецкой, это все начало появляться, пользователи возвратились, отлично, это хороший прогрессивный ход, но параллельно существует другая реальность, то есть санкция, сила и государственный механизм, который, в общем-то, не отменялся, да, и хорошо, если сегодня правообладатель, который обладает всем вот этим вот интеллектуальным и каким-то там потенциалом проекта Аляпи Струбецкой, сегодня с мнением, что надо это все распространять, но если сменится правообладатель, это у нас и может меняться, он захочет все это собрать, что будут делать тысячи или миллионы пользователей, среди которых уже фигурирует этот контент, они укрутся в этот закон, да, они укрутся в этот счет? Я вам не то что думаю, я вам расскажу, что мы просто вкратце сделали, потому что, ну, то есть изначально, когда там пошла популярность у группы, мы автоматически, потому что так это было принято, отдали свои авторские в самое крупное музыкальное агентство, потом у нас начались сложности, звонят нам наши друзья, а дайте нам, пожалуйста, песню, фильм, мы говорим, мы не вправе, у нас договор с первым музыкальным издательством, идите к ним, они им звонят, говорят, ну, с нас дерут большие деньги, и все время были вот такие сложности, нам было странно перед кем-то, мы знаем, что у них нет денег, а с них дерут, и, значит, тогда, когда закончился срок договора, благо моего заключения не на всю свою жизнь, мы тогда создали контору, на которую перевели авторские, потом уже эта контора заключила с агентством на определенное управление авторскими правами с одним правообладателем, есть там смежное, вторичное, эти авторские права, авторское право, оно очень дробится до бесконечности, и мы контролируем процесс, и то, что не прописано, заключаем договора на короткий срок, чтобы была возможность, если у себя не все прописывается в договорах, договора являются формальными, скажем так, ну вот, например, вот сейчас выходит там трибют рябисту русского, где мы, ну, есть песни, которые Михаилов не исполняет, значит, чего их не петь другим людям, и при этом, те, кто эти песни поет, мы автоматически даем возможность юзать, то, что называется, эти песни, то есть они их могут записывать, тиражировать, ну, в своем исполнении, и мы видим свои даже стратегические плюсы, и вот из-за выкладывания ляписов в сеть этих альбомов, которые пошли, ну, на волны, скажем так, мы видим свои стратегические плюсы и идеологические свои плюсы, ну, то есть, можно сказать, ну, как сказать, не на уровне там, мне кажется, можно решать подобные вопросы просто, ну, в частном порядке. да, а как пользователи узнали о том, что один клип у вас жестче закопировочен, другой меньше, как вот это вот доводится к конечному пользователю? а что значит жестче клип? ну, то есть, как я понимаю, вы заключаете договоры, в которых где-то очень, ну, можно использовать композиции, не перепевать их, и так далее, да, как это узнает пользователь, что ее можно... то есть, вам все пишут, да, в частном порядке? ну, и скажем так, мы никого еще не, к суду не привлекали за... один раз у нас был суд, один раз, это было, когда мы увидели клип, со вставленной рекламой какого-то пива, ну, вот это нас возмутило, и тогда был, и даже этот суд был выигран, и этим занимался первым музыкальным издательством, мы в это не ввозили, но это вот был один суд всего, и потому что, ну, и получается, совсем отказаться от авторского права, это тоже не совсем правильно, потому что могут взять твое имя, и уже по освоему там, лябиск, трудицкой, может появиться еще где-то, и вот, конечно, этого не хотелось, поэтому мы какие-то общие вещи контролируем, чтобы не Парафин или Грэм, а по поводу дать людям в работу композицию Михалка, мы никогда там, в какой-то фильм хотят всегда отдаем, есть деньги, нет денег, ну, с кого-то можно взять, с кого-то. Синопс, да. Синопс, да. Синопс, да. В принципе, такое решение, что все очень быстро меняется, то есть, если год назад мы еще к iTunes, ну, как и часто, относились, ну, есть и есть. А сейчас мы приняли, полгода назад, нормальные взвешенные решения о том, что ничего в этом такого нет, и стоимость 120, по-моему, российских рублей за альбом, это, оплата, да, за удобство человека, и все это прозрачно, нам это нравится. В то же время у людей есть альтернатива. Мы не пишем письма, может быть, в первом музыкальном дате кто пишет, грунтрекер о том, что изъять, и все. Была, тут Женя у меня поправит, дополнит, была какая-то, вот, полгода назад возня с сетью ВКонтакте, и там даже поднимался вопрос о том, что изъять, не изъять, и мы публично скажем, что мы не против. Правильно? Вот. Вот. То есть, не так много этих поставщиков услуг, да, которые влияют на рынки. Вот. С ними мы пытаемся договариваться, и, что важно, работать напрямую. То есть, с компанией iTunes мы работаем напрямую, с Google мы работаем напрямую, мы, с Google. Ну, с Google. с Google. Ну, это, я имею ввиду, все о чем Женя говорил, созданная компания, которая занимается управлением, решением вопросов всех авторских, вопросов для описания. это не природных издательств. Потому что, любое издательство, это огромный штат, огромная текучка, и получение отчетов, ну, автоматическое, но если какая-то частность, то ты утыкаешься в бюрократизм. Поэтому, чтобы новые песни, новые синглы, которые идут с альбома, которые будут выйти при сне. Пока они не отданы никому в управлении, они все в управлении ООО «Дети собственных». Вот. И это тоже какой-то революционный момент, то, что мы избавляемся от того, что вы говорите про посредников. Это не зло посредник. Это, ну, нормально. Просто у каждого не выполняются функции. Важна эта, приоритетная дискуссия, и попробую, ну, разумеется, а что ты выяснил? У меня есть вопрос такой... Нет, я разумею питание. Что вы сейчас отговорили? Ну, это... То есть, вы разговаривали, ты задал питание, и что? И что? Что с разумеете? Как это относится до, как это не к контенту? Нет, нет, у меня есть уточняющий вопрос. Я разумею, что вам декабо поразговлять про это. Конечно, определенно, и очень важный вопрос. Может быть такая ситуация, что, например, в первую руку, музыкальное издательство, условно говоря, начало какой-то судебный процесс против кого-то, а вы просто не знаете про это. Это может быть такое, с темой издательства? Может, но больше они не будут управлять нашими авторскими вопросами. У нас в контракте прописаны. Ага. И они не имеют прав по контракту единолично принимать какие-то важные решения. То есть, любые, ну, опять же, частности, мы говорим про... Почему теперь этот вопрос будет? Потому что, ситуация очень, ну, принимает тогда очень хомические и для кого-то трагические формы, что большие издательства они настолько абстрагируются от производителей контента, они могут начинать множество судебных процессов, которые сами авторы, сами музыканты, режиссеры и так далее могут не знать. И вот этот... И когда посредник начинает заниматься вот этим, а, как правило, это, ну, например, называется обществом коллективного управления авторским правом, они могут заниматься... Ну, это такой большой посредник, который коммунирует множество в принципе, в нашем случае, там, РАПО, РАУ и так далее, как в России, они могли начинать эти судебные процессы вне зависимости от воли, да? То есть, вот, это случай последний, когда он проблемный. Что означает? Я просто накидал зараз, там, прикладные... Ну, это некая топика размогы, да? То есть, про что велось подчас этой размогы? Говорился про авторское право, интернет, юриспекцию интернету, смену с участниц технологии, контент, программование, посередництва и так далее. Ну, правовыни гилизме, там, на початку, копирайт, копилевт, прогадывающий, в первый раз почутый термин от господа Радунаева. Я на распорядке? Хе-хе-хе, господзеюсь. Вот. Это просто топика размог, поглубление у любых засветных питаниях, где-то, ну, бездань, да, мне подается, к божному разуму. Особливо, калимная тема приватности. А что сделает здесь? Я, я, у меня проблема, да? предыдущего, я скупился у контента. У меня есть доволок. Андрей, да, у меня очень существенные, я настаиваю поправки эти рамки терминологического, там, где вы написали пользоваться, вы почему-то поставили через слэш только правосознание. Нет, нет, это просто это топика, я не про сувесик. Вы упустили очень важную вещь, которая просто, наверное, не была артикулирована, но свобода доступа к информации, это очень важно. Не важно, в каком, или в контент, я не знаю, но в нашу цифровую попу это практически то же самое, что свободное слово. И я еще хочу сказать одну вещь, что когда мы говорим о праве автора, ну, я, например, не знаю ни одного автора, который произвел любой контент из самого себя, не ходя в школу, не читая книжки, не смотря кино, не слушая музыку. И в таком случае, как бы, если мы вот этот самый доступ к контенту преградим, то из чего авторы будут свою красоту нечеловеческую производить. Никакое право они имеют на эту нечеловеческую красоту? Да, геналичную. Сколько там от Шекспира и от Моцера? Диснеев был Диснеев Диснеева своего Микки Мауса своровал, а теперь его авторские права и не дай Бог, кто-то Микки Мауса... Мне, как говорится, расповедали, как наша институция теологии проводит заследование про мышей, да? Вы, треба бы, выяснить, стикеры сталися, образ продукта над рукавами отповедая Микки Маусу тьми. И мы показывали мышей, люди, вы пытались ну, как бы, вы познаете, что не люди не познаете. Ну, была такая справа. Вы смотрите, а вы зараз провели ну, там, полное все отношение по мише ауторам и контентам, да? И тут, ну, без проблем возникает. От культа, да? Я так само могу провести там ауторское право аутор. И и почалось все эти питания, какие вы вверховое. То и самое можно с любыми двумя категориями провести некие повези и мы сегодня оформляемся в некую проблему. А все это заявляется неким обыльным полем. И я, ну, просто я не ведаю вы сегодня и зараз где корень. Ти... А корень шагу? Проблемного поля. Ну, я бачу, что куда ни пойдем зараза у любых. У любых на керунок мы можем пойти и там будет до халера проблем. Поязовывая любые две категорики. Тим, ну, какая-то русская как разумеется проблему человека треба вернуться от человека. Как разумеется проблему ауторского права копирайта треба вернуться от копирайта. и, ну, в чем собака порывет? Потому что, ну, я так разумею, что мы еще раз можем десять разов пройтись под этим коллетом. И все равно вы сможете... Если мы поймем в чем зарыта собака то мы тут же найдем ответ на вопрос. Поэтому ваш простой вопрос самый сложный. когда кто кто истит нам? Ну, я вижу эту ситуацию что мы можем взять любой приватный аспект и еще потратить две три годины как как Меркова Миллевы в каждый раз ключевое слово самое великое правдное не альбога есть тут альбога для аудитории некая инфекция мысля алгоритм ваш список проверки нет, это список просто слов категории терминов про что мы разговаривали альбога мы можем с неким прибытком с этой дискуссии альбогу еще раз актуализовать я так разумею то есть на такие дискуссии или не больше мы еще раз актуализуем про решение категории про свободу интернет это совершенно другая проблема я понимаю почему если три человека в стране знает как написать какой-то сложный закон а 9 или 10 миллионов и знает что это закон и вообще как с ним вести это проблема и именно этот центр сегодня то что кто-то пишет законы а кто-то даже не знает что они есть но эти законы постоянно висят проблемы в другом проблема в том что люди которые пишут законы совершенно не ориентируются в реалиях сегодняшнего дня и пишут эти законы как если бы они жили в 1886 году вот там если это просто свидетельствия субъектов то есть если один субъект хочет знать что пишет другой но если один пишет законы для того чтобы контролировать другие то проблема он должен учить тот кто пишет законы должен быть сделанная программа нет мне кажется а нет то есть дело в том что есть закон и есть право понимаете если большинство людей считает несправедливым этот закон то этот закон работать не будет вот и вот то что фиратские партии одни не только и не столько здесь вот где якобы есть такой традиционный нигилизм а скажем Германию одна из самых сильных партий если такие законопослушные немцы это вот свидетельство того что на самом деле это глубокая социальная проблема за которой стоит вот ощущение несправедливости вот всей этой юридической конструкции вот она же создавалась для чего якобы ну как от масса чтобы гарантировать или стимулировать креативность и новаторство и новаторство а сейчас говорят что на самом деле это новое огораживание которое как раз деструктивно и не способствует не только креативности и новаторства а наоборот всячески гнобито все помнят кому принадлежат права и то что его вдова с девятью детьми ничего не может получить а вот так вот вот вам право обладатели мне кажется что знаете тут есть такая лингвистическая ловушка потому что по-русски это называется авторское право а вот английский это копирайл то есть право на копирование и автора здесь нет это просто совершенно другой смысл а вот это вот авторское право как бы заставляет нас думать что речь идет о защите вот этого творца на самом деле творец здесь самая как бы незащищенная пожалуй это личность добрых я вас так зараз решила ситуацию что мы так лучше проходим в мерковании уже правовых категоров и относим к романских относим и право я фиксую к романски это про городок у америцы где они сбегали от законов какие были установлены уже в штатах там была такая вольная простора где они добывали золото ну и там некие складывались по между людьми без усилякой державы права и так далее и там фактично там на сериале трошки ну так досконцентровано и нереально показана ситуация а мать того что Ленин написал воисковый коммунизм диктатура устроенных людей калектости не соблюдая законы принятые правила из них стреляют а диктата показанное складывание социальной ситуации якая не обрегулирована никаким законным и что отбывалось там презентация тестоводзе развитие контенту аутеров приводит до створения копирайта правов накопирования якое фиксует стан грамотских относим то что отбывается сегодня это далекое развитие стихийное в интернете которое провело достоинство новых относимых которые складываются где нет юрисдикции где была большая простор сетковых относимых и сегодня идти выполняет борьба этого права допустим кто хочет скоростаться в этой ситуации больных относится так что называется анахронизм понимаете когда мы то что было тогда применяем к нашей современной ситуации сейчас со всеми онлайновыми практиками происходит совершенно другое мы осознаем что происходит мы рефлексируем а вот то что вы сейчас объясняете и уровень знаний тех людей которые производят контент они в состоянии управлять своим правом самостоятельно беспосредником в 19 веке этого не было поэтому мы находимся в другой ситуации с одной стороны что касается права право это не что-то такое что дается нам свыше как будто есть какая-то глобальная справедливость право это попытка урегулировать сложившиеся отношения на основании определенных ценностей которые считаются принятыми в этом обществе или реальной или номинальной или кто-то вдруг решает что они приняты вот это вот право и нормальное право безусловно в итоге оно предписывает но это предписание осуществляется уже после определенной рефлексии которая основывается на ценностях и вопрос сейчас заключается вот в этой вот смене ценностной рамки вот это какой-то парадигматический сбив происходит до тех пор пока мы этого не поймем какие бы мы там поправки там комментарии не вносили в это существующее авторское право пока мы не поймем что цифровую это право автора получать я бы вообще назвала это не авторское право а право авторов или создание для авторов возможности получать достойное вознаграждение за свои произведения оно должно быть совершенно переосмысленно по-другому мы должны вообще хорошо не будем подходить со стороны пользователей подойдем со стороны автора и авторы несмотря вот на эту всю риторику чудесную историческую или квази-историческую они же говорят о том что да мы сами можем этим всем управлять да мы сами хотим что мы читали смотрели слушали зачем это все понимаете речь идет о приватизации общей собственности понимаете и какова граница приватизации с общей собственности я вот сегодня сказал вот биособственность такое это не интернет когда сегодня, допустим, появляется реальность такая, собственность на виды живых существ. Вы можете представить, не на экземпляры, не на технологии, не на коды, а на собственность на вид живого существа. Например, онкомаус, собственность Дюпона, подтвержденная судом. Это вид, который является собственностью Дюпона. И там, скажем, General Electric, который на определенные типы бактерий установил собственность. Понимаете? А что происходит еще? Когда, вот вы про песню народную говорили, вот есть так называемые традиционные технологии, которые приватизируются в север-юг, так сказать. Господи, куркума там, она всегда была частью вот этих традиционных технологий. Так вот, эти компании там, фармацевтические, они приватизируют традиционные технологии. То есть, фактически, речь идет о том, что ощущение глобальной несправедливости всего этого отнюдь не исчерпывается интернетом. Это общая и очень тревожная ситуация. И вот все эти реакции, там, копи-лев, там, открытые коды, там, плотческие сообщества, вот, ну, отчасти вот там, скажем, это все попытка ответить на вот этот совершенно серьезный угрожающий вызов. Думаю, доброе. Я Олег. Мне просто, когда пропонуло, может быть, так же, реально вообще, будем там нечто спросить. Я бы хотел, ну, вот, на подставе этого, например, вот, у всех раз, вот, до лучшихся у всех раз. Кто-нибудь раз, там, написал вершки, написал какой-нибудь абзац, свою думку, написал какую-то музыку и выклал в интернет. Вы видите, вот, при ласке руку, кто это родился? Есть. Тогда мы можем перейти до иншектора. Хотелось бы за это отнимать копейки. Ну, некую деньги. Можно я просто... Я просто не получила ничего без этого. Да. Теперь давайте просто придумаем самый... Як бы гэта было, вот, як было бы гэта у идеальным варианте. Я расскажу как. О! И вот за этого, ка-ли будзе Йоген будзе пропоновать, мы его просто поправляем. Вот можно знать... Это же ваш идеальный вариант. Нет, он идеальный. Нет, мы его просто обмяковываем. Вот инсценсия у докладняк. Это потому что... Сейчас уже такая возможность есть. Ну, приходишь в произведение и говоришь, дайте кто сколько может. Нет, я хочу не то, что ты не так, ну, не сусим жертвовать. А я не знаю, что это такое процент. Дайте кто может, но... Мне никто не дашь. Нет. И так. Даже на лифт... Но... Хотелось бы его просить. Хотелось бы мне просить. Почну вот с такого момента. Кали вы створыли какой-нибудь верш, ци какую-нибудь песню, ци какую-нибудь думку выказали у своих ЖЖ. Вы можете пропадать, кали гэта уносится в интернет. Например, вот я так себе уявляю, умовно идеальную штуку, которую потом мы можем перекроись и проговорить. Может быть, и она и незручная. Что вы можете представить некий умовный код, який представляется, ну, сгодно каким-нибудь. А тым, что вы хочете гэта представить, як уласный кодпис, ци уласная некая лифтовая клейма. А тым, что вот гэта речь изъявляется вашим там неким кодом. Вы гэта створили и хочете за гэта отрывать вруч. Третий фоманс же есть. Да, 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 да. Это то же самое. Вот это абсолютно правильно. Кали гэта такая речь з'явилась, пасня гэта сформировать сгэта саправды, кольки людзей гэта почитала и готова, як сказав, уже не, за гэта заплатить. Дякуючи тым, что яны маюць, який нибудь сродок. Ему не спадабалась аутору, ему спадабалась. Гэта не ваша гроша. Гэта гроша агульная, кей вы платите в интернет праз провайдера. И вы можете вот с гэтыми, умовно кажучи, гэтыми лайками показать за тым, что гэты аутар саправды мая права на адрыване некого дивиденту за то, что он гэта расспросил. Пакуль мы адрызаем усю речи, якая связана с моральностю. Тому шо ўсё ровно промыв дар барабана и порно наберез на магой шланг. Але вот, ну, шо ўсё ровно, ну да, я жарко тут обжарковался. И каўи, мы не патрабуем зараз гэта оформить праз закон. Мы зараз просто придумываем тую математичную, физичный, математичный алгоритм, який мог бы дзенечаць в интернете. Тады можно было говорить, што люди, які написали цікавишу посту ЖЖ, створили музыку, якую перекопировали там тысячу разу на ВКонтакте, дзесте, или качарец з торренту, я навсю ровно адрымливая вось гэту больше спрагляду, якую робить Ютюб. И робить гэта максимально так, што с Ютюба, вы патрабуе там вельми хитрая схема, как украсть вида з Ютюба. Этого не зробите, вы все ровно будете загонять ваш контент, за який пасаплатию лошадь, прагадаючую вось гэту гиды. И тады отрымяецца някая схема, по якой мы можна было б руліць далей. На подставиць ровно можна было б уже там гэту глядяць. Вось гэта речу не самове правове взноси. Коли вы начнете киншу вот оборотку, знаете, вот эту тему вот зараз вы обмерковали, тим поглядели, чамы она не просу. Ну а к чему я, может, есть у патрилистов ожидание выказаться? Я могу сказать, что есть Creative Commons, который многие активисты считают предсмерием по сравнению с Попелефтом. Но по крайней мере два решения есть, есть Creative Commons, есть Попелефт. Попелефт, да, конечно, крайний вариант, хотя он мне больше всего нравится. И Creative Commons удобно, потому что там автор определяет... Это Михаил расскажет. Лучше, потому что я все-таки технический человек, я могу рассказать суть, но потом они меня зубрызут за то, что я что-то неправильно. И Creative Commons, да, Михаил, может быть, вы лучше, да, расскажете. Давайте просто перескать, просто опять, Миша, опять будет перескать, есть технологии на лицензию. Ну, в общем-то, как говорится, Copyright имеет кризис определенный, да. Что есть кризис? Кризис есть то, что образовался большой посредник, иногда он небольшой эффективный, но, как правило, он большой этот посредник, он не учитывает множество интересов общества, тех же авторов. То есть он учитывает капитализацию, то есть это, в общем-то, бизнес, да, для него. Все остальные механизмы отметены. Вот, в общем-то, в развитом капитализме, то есть в США появилась инициатива, которая называется творческие общины, то есть Creative Commons. Основной смысл которой — передать больше возможностей управления своими произведениями от авторов к конечным пользователям без каких-то посредников. То есть автор создаёт произведение, он, например, хочет, чтобы его произведения делали всё, что угодно, и продавали, и не продавали. Он делает, принимает определённую атрибуцию, то есть это значок такой, шаблонизированный, да, вот, вот, вот. И, значит, все делают, что хотят. Если автор чувствует, я хочу заработать, он пишет, я это буду. Он обозначает некоммерческое, и, в общем-то, все пользуются, смотрят публично, распространяют, но никто не зарабатывает, потому что автор как бы хочет получить какие-то финансы. На самом деле вы чуть позже получите небольшой буклет, который будет раскрывать все лицензии, там, X6 лицензии, и сможете почитать более... Ключевой, ключевой. Копилевт. Копилевт. Копилевт — это, в общем-то, технология, которая что говорит? То есть это юридическая технология, которая говорит то, что, как правило, множество произведений в интернете создаются множеством людей. Каждый вносит что-то, и технология открытая, да, то есть код открытый и так далее. И на каком-то этапе кто-то может взять эту технологию, как вот Билл Гейтс брал в какой-то мере, и закрыть, то есть закопирайтить. В общем-то, копилевт — юридический механизм, который предотвращает эту возможность закрыть открытые технологии по следующим использованиям. Я думаю, что Михаил, потому что все-таки это по пустому решению. Значит, Билл Гейтс это сделал то, что он сделал. Но есть еще у нас всемирная паутина, да, то, что мы называем интернетом. И есть W3, ну, как называют W3C-консорциум, но правильнее сказать W3C-консорциум, который возглавляет наш чудесный тимбернер СМИ, которые вообще следят за тем, что ваши приложения будут присоединены к BeltBiteWeb только в том случае, если вы не требуете за них W3C-консорциум. Если вы хотите, это одно, там есть, ну, это просто как принципиально. Что я хочу сказать, самое важное, то, что нам... Я журнала, что мне не будет так. Ну, давайте еще самое главное, что хочу сказать по поводу крелетик-консорциума. Проблема с крелетик-консорциумом заключается в том, чтобы она работала здесь у нас в Беларуси, ее надо как-то связать с национальным законодательством, адаптировать. То есть ее нужно сделать действующей. Потому что если мы просто расскажем, что она такая действующая, она должна быть включена в систему вот защиты автоскоро-консорциума. Мы растут более адебиальные схемы и... И теперь практическую. И существующих уже прототипу проектировать. Как минимум два. Как минимум два. Да, это не прототипы, это механизмы существующей работы. Просто надо заняться адаптацией именно для Беларуси. Да, и перепроверить их на нашей глине. Каникулы... Вот, верьми, важная стресса. Минимальная отсутность посредника поменьше умовным авторам и умовным потребителям. Всего самого. Вот, коли это вот скорочается, да, только того, что сам той, кто думает, что он автор, восстанавливает регистрация и восстанавливание самой домовой, я это даю только вот сгодно вот этих штуков. Представляю, и он реально региструет без всяких вот этих законов и вообще этих вот наворотов, с какими мы зараз там подписываем, это вообще домовые, какие они проводят. Ага, стоп. На этом моменте это бокс попули. Зараз уже были выказывания оттуда. То есть, по дороге, Александр Ильич, сторонник всех левазских технологий. И вы спробовали что-то сказать. Я думаю, что мы разбирали некое выказывание, что относно с того, что в верховую высоту. Или вас? Кто? Так там поправка была. Нет, да, да. Я могу расслабиться. Скажите, комментарии, попытания и так далее. Скажите, скажите, не скажите, скажите. Окей. Можно представляться? Меня зовут Зила. Очень интересно было послушать разные мнения. Мне кажется, очень важно... Мне кажется, круг вопросов, на самом деле, он не так глубок, как кажется с первого взгляда, когда еще более не ориентируется на других вопросах или на другой сфере. Но, в принципе, проанализируя с различных сторон, можно прийти к каким-то выводам. Просто тут вопрос уже, как бы, личного мнения и отношения каждого человека. То есть, кто-то считает, что должен быть купюлефт, кто-то считает, что авторское право и так далее. Я хотела присоединять внимание на том, что важно, что вот мы собираемся, мы те люди, которые уже ориентируются в какой-то мере в этом вопросе. И пришли, потому что заинтересованы и знают, что такое авторское право. Но есть очень много людей, которые не имеют в этом никакого представления. И вот интересно было бы донести все-таки до вот этих людей какое-то понимание. То есть донести до школьников, что такое авторское право, что такое копирайт, чтобы дети понимали это на абсолютно естественном уровне, чтобы для них не было удивительным и непонятным эти законы. Потому что, если спросить, возможно, что не все даже здесь читали законы об авторском праве и смежных правах. Может быть, я ошибаюсь. Но не нужно быть юристом, чтобы читать законы. И это очень важно, чтобы общество имело какой-то уровень знаний. Нужно, чтобы... Вот очень хорошая прозвищала мысль о том, что... Возможно, я немножко исказила, но поняла по-своему. Законы — это не дар свыше. Мы можем менять законы. И нужно понимать, что если законы числа без в реальности, их нужно менять. Нужно, да, нужно организовываться, нужно общаться, нужно обмениваться мнением, приходить к решениям и менять. Потому что иначе очень много людей воспринимают законы как что-то, что неизменно на протяжении всей жизни. И немножко думают, что юристы обладают... И шипойки хвостом. Да. Алло, вот и вы. Мне очень подавалось интернету право сознания и пытание, откуда убирается крас? От вредности, от бедности? Нет, нет, вредности точно и не от бедности. То есть, по этому моменту, по койке у меня хватает шассу прослажать, я идеологично не выделяю идеологию, что интернет победен, то есть свободно. Лучше мы идем в крампу, купляем книжку, мы не идем в крампу и не потрапуем, как нам бесплатно дали книжку. И, нет, в той же час я сама хожу на торр и ты ты сама. Когда я хочу, я люблю субтитры этой фильмы, выкладываю их на торр. Когда я автор хочу отнимать кроши, после этого я разумею, ну, после эту розницу. Право автора распоражаться своим контентом. Запросить за его кроши, тяни. А вот этот факт, что у нас 90% пиратов угромадки, это, в общем, ничего. Ну, это, в общем, это у нас субтитры. А что субтитры здесь? А, ну, выбираться пиратов. Ясно, выбираться пиратов. Есть шагольки в вас. Вы были в спорте, но что нам вы? Понял. Представляйте, если можно. Как тебя прямят. В ролик сообщества Метабай. Я обычно как бы представляю негативную сторону каких-то вещей, поэтому я пытаюсь сейчас представить себя как пирата, который... Ну, почему я делаю это, да? Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что я бы не против, если была какая-то простая система, по которой я бы мог сказать, чувак, ты делаешь классную штуку, блин, мне не жалко заплатить, там, пять баксов за твой альбом, потому что, как бы, они тебе нужны. Но в Беларуси нет системы, по которой я могу это сделать. И вот это вот основная проблема. Вот это вот юридическая фигня, по которой мы не можем наладить, там, вот эти микро платежи, там, штат, там, с этих, там, бумаг заполнить, там, тупо я не могу сделать сайт. Нет, я могу сделать сайт. Я не могу сделать вот эту платежную систему, чтобы вы могли заплатить. И мне абсолютно не было вам взять и заплатить этому товарищу, особенно, если я узнаю, что, как бы, ну, как он работает. Если я вижу, как бы, его работу открыта, а не через каких-то посредников, которые ходят по заведениям и помогают, там, деньги, там, типа, для него. То есть, репутация артиста для меня играет точно такую же роль, как его, скажем, произведения. Я не покупаю, ну, точнее, я перестал слушать группу «Металлика» после того, как они, там, ну, точнее, мне нравится, там, пару песен, но я их никогда даже не буду скачивать, потому что, ну, у меня возникло, как бы, плохое чувство. Это точно так же, как выучить английский язык и переставить слушать некоторые песни. Вот. И иногда мне хочется просто отписаться от некоторых вещей, как бы, в области, допустим, программы обеспечения патентов, от прочих вот этих вот вещей, которые на тебя уже надежны до того, как ты родился. То есть ты приходишь в этот мир, а тут этому заплати, тому заплати, этому заплати. Здесь музыку нельзя использовать в коем-клипе. И потихоньку, потихоньку все желание вообще что-то делать, как бы, оно уходит. То есть артисты, они становятся, как бы, ими, вечно всем обязанными. Ты делаешь что-то хорошее, ты хочешь поделиться, а с другой стороны тебе надо как-то заплатить, ну, то есть тебе надо как-то существовать. И вот этот вот конфликт, вот эта точка конфликта, которая есть в каждом, как бы, артисте. Как это решить? Есть ли какие-то способы это решить? Право, которое вот уже существует, там, на протяжении, там, с 19 лет и дальше, и теперь этот монстр еще отрос с прочими вещами. Как все уже сказали, оно не работает. И, ну, каратские движения тому пример. Люди не очень хотят, как бы, конфликтовать, но, тем не менее, не делают это. И какой может быть выход? Я думаю, что выход может быть, действительно, как бы, технической стороны какая-то система вот этих вот, там, оценки, но не общая, чтобы делилась на, как бы, сваливали все деньги в какие-то науки, как, там, в России, а потом раздавали, там, всем по заслугам, а именно персональные, когда у автора не только есть право выложить свой продукт под какой-то лицензией, там, и сказать, что вот, там, пользуйтесь все, там, или не пользуйтесь, там, никто или не продавайте, но еще есть возможность, как бы, по-человечески сказать, а вот этот товарищ мне не нравится, как бы, я бы не хотел, чтобы он мою работу использовал, как бы, ну, сделали это. И, или, или, наоборот, там, кому-то разрешить. То есть лицензии, вот этот вот, ну, механизм законодательный, который, там, общий для всех, он, он не совсем, как бы, работает, то есть надо сначала исходить из желания автора, а потом, как бы, уже смотреть, какие законы мы можем применить, там, и склеиться в комнате для того, чтобы обеспечить, вот, нормальные человеческие взаимоотношения. Ну, вот, какая-нибудь. Я просто привязываю. Благодарю. Гаврил Антон Владимирович, факультет права Белорусского государственного экономического университета. Хотелось, вот, прежде всего, поддержать позицию, абсолютно здравая мысль, что логичную простую систему оплаты, когда, вот, небольшие вот эти микропереводы, надо только юридически разработать вот эти механизмы. Что касается высказанной фразы насчет того, что у нас люди разрабатывают законы, которые их не понимают, это, как бы, не совсем корректно, по простой причине. В Центре интеллектуальной собственности, люди, которые сидят в рабочих группах, те, кто имеет опыт, вот, допустим, у моего коллеги, у меня, там высказывается полно здравых идей, большинство из озвученных идей, они не секрет. Но дело в том, что любой нормативно-правовый акт проходит юридическую экспертизу, собирается согласование заинтересованных ведомством в госкомитетах, а вот там люди зачастую имеют обо всех этих вещах смутное представление. И мы не будем получать окончательное согласие в Министерстве юстиции. Идеи не будут оформлены. То есть какие есть выходы из этой ситуации? Во-первых, развитие таких инициатив, как общественное обсуждение, частично это уже сейчас делается. На сайте парламента развешиваются, допустим, проекты актов, которых можно, но, опять же, пока это все еще в зачаточном состоянии. Возможно, через какие-то общественные объединения, либо через вот инициативные группы лоббирования что-то можно в этом плане изменить. Потому что у специалистов, которые занимаются, все это как бы, ну, не секрет в основном. Есть эти идеи, механизмы. Плюс надо понимать, что мы не в изолированном мире живем, и мы свое законодательство не выстроим по каким-то каким-то своим специфичным чертам. Но надо будет учитывать и в рамках... В некоторых областях есть такие надежды? Ну, как бы, весьма сомнительно. Особенно касается интеллектуальной собственности. В интеллектуальной собственности, но мы все равно будем ориентироваться на те решения, которые будут принимать в рамках Европейского Содружества, либо Российской Федерации. То есть, поэтому работать в этом плане надо. Да, там, допустим, не снизнание массы. Но, тем не менее, пока мы будем опираться при принятии решений в систему согласования, где за это будет нести ответ, ну, принимать решения люди, которые не всегда понимают эти вещи. Высказанные идеи не будут реализованы и законодательно закреплены. Спасибо. Какое счастье, что интернет не регулирует и национально регламентируется. Меня зовут Константин. Я из Украины. Моя жена здесь рядом с Арменией. Мы гости вашей страны. Представляем администратуру по правам человека и демократизации. Это общий проект в странах восточного партнерства. Мы пришли прийти на эту интересную дискуссию. Прежде всего, думаю, с точки зрения того, как эта дискуссия была бы, например, в других странах. Например, на Украине у нас никогда бы не возникло вопроса про единственный внешний порт, потому что у нас их очень много в интернете, но все равно все люди качают. И я бы сказал, что на самом деле снимать полную ответственность с провайдеров нельзя. Потому что ситуация здесь, когда я приехал в 11-е общежитие для международников, я пошел на этаж, где сидел умный человек, компьютерный гип-представитель провайдера и заплатил уже ставящую по украински меркам сумму за интернет, мне скинули на флешке все настройки вместе с программой Flylink DC++, в которой уже были настроены все хабы для университета. То же самое было лет пять назад на Украине, где устанавливали всем чаты и прочее. Недавно я зашел на форум и видел с вопросом, почему они не работают с файловой сервером. Провайдер ответил очень интересно, он говорит, вы платите 10 евро в месяц за скорость 25 мегабит в секунду, то есть неужели вы не можете с торрентов сами все скачать гораздо быстрее, чем выложить здесь. Это одно, то есть с провайдером нельзя снять ответственность. Еще по поводу интересного, если кто-то знает или нет, украинская такая группа, как Крыхинская, она на украинском поведе, заступает в клубах. ЦАХИС. Да, она уже не ЦАХИС, она уже собрала чуть-чуть видоизмененный коллектив. Она сейчас проводит очень интересный проект по поводу того, что группа выложит открытый доступ на популярном украинском на сайте все MP3 альбомы, когда они соберут 4000 евро, потраченных на его запись, на студию, на рекламу. Собирают уже 4 месяца, никак не соберут. Да, и МВС-четвертые будут сбирать. И потом это уже выводят точно так же, как вот я. Что же такая же ситуация с Фолькнерами? Фолькнеры, знаете, украинские? Их лично не знаю, это как я. Вот, у них такая же ситуация. Или не можно задать, если это на этом... Одно, вот такое нящее питание, нящее отделение... В оперотеке? Ну, уже давно нет, это так хайло. То есть вы можете какие-то магазины купить, а можете купить... Ну, давайте, давайте, пытание. Возможно, я чего-то не понимаю ситуацию. В Беларуси постоянно говорят, просто объясните мне, в чем проблема, там, не знаю, завести карточку визы, сделать переводы или купить? В чем вот, ну, возможно, все делали электрозные платежи вообще? Это все общее не странное. Нет, я могу пояснить просто, если вы продаете что-то в магазине, да, и продаете что-то за 100 долларов, вы имеете 10 долларов фрибыли, 2,5 доллара вы должны отдать с компанией визы, а на маленьких платежах, эта сумма, она, как бы, получает уже проценты гораздо больше. То есть должна быть статифическая участие степени для того, чтобы микробайти жжели. Я хочу еще... Все-таки хотелось бы... Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что... Пошли голос, и потом вы скажете все, что, как бы, я вам задал. Меня зовут Марина, я активист-распациентка, и я хотела обратить внимание... на тот момент, что, как бы, есть правовые югелизмы, не только в обществе как таковом, среди подрастающего поколения, взрослого и нижнего поколения. Эта проблема также есть и среди авторов. Очень большое количество авторов, в общем-то, ну, скажем так, особенно начинающих, они знают про знак «С» в кружочке, они там ставят его везде, где можно, редко читают закон, и, в общем-то, дальше вот этого «С» дело не идет. Они даже, как-то так, не знают... Они знают, наверное, о каких-то своих правах, но они не читают. А вы платите за электричественные программы? Платите за программные программы? Ну, я сейчас просто... Ну, так интересно, чтобы, как бы, вот... Я хочу просто обратить внимание, что образовывать нужно не только все общество в целом, проводить такие дискуссии. Потому что, ну, я наблюдаю здесь, что очень много людей, которые понимают, что то, что сейчас есть, нужно менять. Вот. Но, тем не менее, есть много людей на улице, которые этого не понимают или просто не знают. Есть авторы, которые... Есть люди, которые понимают, но не делают. Понимают, глубоко осознавая, как бы, но они, скорее, займутся исправлением общества, чем начнут менять, как бы, собственное поведение. Развовольствовать про то, как, как бы, общество, как бы, за окном и так далее. Можно... Очень много. Это, наверное, вообще исторически сложившиеся... А из окон же человек идею. Я... Просто заинкрутирую внимание на том, что нужно приносить и до авторов ту идею, что можно зарабатывать другими способами, не только, вот, копирайт, да, не только через... Выпуская свои диски, а через последников, которые будут забирать у них большее количество прибыли. Вот. Народничество я очень люблю с XIX века. Хорошая идеология. Марина. Ну, я могу сказать, что по поводу народничества совершенно, как бы, кстати, хорошая аналогия почему. Потому что ключевыми фигурами в соответствии с целями и ценностями создателей глобальной сети интернет, всемирной паутины, являются конечные пользователи, то есть тот самый народ. Они правообладатели, они там вот всё-всё, о чём мы говорили. И интернет, и well-by-web вот в том виде, в каком он сейчас существует, он существует глобально только потому, что вот эта вот ценность пока что... покажи вы создатели отцы там интернета там, пернирсли там, ну и, к славу богу, и от других. Вот пока это ещё и благодаря активистам интернет-сообщества и сок, и там все, вот пока это всё есть, оно сохраняется. И поэтому вот это вот народничество, конечные пользователи, это ключевые фигуры, в том числе и авторы, и потребители, потому что, а, мы знаем, что онлайн у нас экономика подарков, раз. Во-вторых, создатели контента и потребители контента, как правило, это один и тот же персонаж, потому что как бы совершенно меняется экономическая модель производства и потребления. И в-третьих, что самое, опять скажу про провайдера, потому что это не моя точка зрения, почему опасно делать провайдеров ответственными за контент. Дело в том, что провайдер любой, это бизнес. Бизнес заинтересован в получении прибыли. Для того, чтобы получить прибыль, он готов идти на любую защиту против санкций со стороны правительства. И если провайдерам сделать ответственными за контент, то тогда будет приватизирована цензура. Если у нас сейчас есть законы, которые регулируют контент, как контент, предположим, и так далее. Если делать провайдеров ответственными за контент, то тогда провайдер будет решать, что регулировать, что нет. И еще раз повторю, в европейских структурах, насколько я знакома с этими дискуссиями, а я знакома, поверьте мне, с этими дискуссиями, принято категорическое решение, и это внедрено в законодательство большинства, стран-членов Европейского Союза, что провайдер не несет ответственности за контент. Безусловно, ему могут дать как бы уведомление о том, что сделать с этим, но вообще это процедура судебная. Это суд. Никакой провайдер за контент отвечать не может. Только суд. И все. И еще. И еще одно. И еще одно. По поводу того, что я слышала от пиратской партии, я вообще предлагаю пиратской партии переименоваться в партию защитников правообладателей, потому что как-то представители пиратской партии так борются против правового нигилизма, что у меня такое ощущение, что я не передаю с представителями правообладателей. Я несколько вот... Так что давайте определитесь с позицией. Я, на самом деле, сказала в принципе то, что я хотела. Значит, я согласна с Мариной абсолютно, что провайдер не должен нести опусту этот пиратурин. Это невозможно и технически. И если вот ввести плату за, извините, посты в ЖЖ, и каждое стихотворение, кто в своем уме, что разместил, мы за интернет, мы, пользователи, не расплатимся. Значит, будет очень дорого. Значит, нужно, чтобы, значит, платежи сводились все-таки в владельцы информационных ресурсов, которые имели бы возможность заключать прямые договоры с правообладателями. правообладатели имели бы информационные возможности, то есть вот тот самый регенер, о котором я говорила, прямые, значит, свои контакты дать, чтобы, значит, обозначить свою позицию. Он разрешает свободное использование, платное использование, переработку, все что угодно. Это нужно решать правообладатель. Я не делаю из правообладателя какую-то парию, потому что правообладатель заплатился, так же, да, автору. То есть автору как раз очень удобно взять деньги с правообладателя и не иметь подобной проблемы, и не иметь на что жить. Вот, значит, то есть сведено должно быть, значит, взимание оплаток владельцу информационного ресурса, за то, чтобы авторские права правообладателей соблюдались, как монетизировать свой информационный ресурс, это должна болеть голова у него. Это будет реклама, или это будет взимание оплаты за контент, если кто-то согласен за него заплатить. Это проблема информационного ресурса, и в рамках информационного ресурса как раз нужно отследить, какой контент является популярным, он не купит непопулярный контент, он купит тот, который у него просматривают, покупают и так далее. А вот в этих масштабах вполне реализуемы такие идеи. Ну, в общем, у меня все. Женя, Лех, хотите что-нибудь сказать? Лех? Я вот... Поднимайся. Самую простую схему я бы хотел. Я так само... К роду... У меня к роду, я к роду, у кого там... Один-один. В детстве там что-нибудь в сторону напомпую гляжу, там так само могиле жить. Я сам себе спанковал, потому что там все аккуратненько, а у меня чё-то что, и как будто, ну, сторону-то свою... Каратей. Умовно кажучи, сто тысяч за интернет, який я плачу зараз. Я хотел бы... Как бы... Линк штавал восемьдесят, я плачу сто, так же вот я плачу зараз. Али вось тыя, скажем, двадцать тысяч там, які идёс вверху, я надави падзелены вось в таком контексте. Скалей я падцверджваю, што я хачу, вот згодна акошным тезисам, об тым, што зарегистравал автор, вось гэта, и я хачу, каб на я вось вернули увагу, и пайшли грошу яму, я ставлю значку, об тым, што з моих этих двадцать тысяч, об акошного павинна там некая микросумма патрапець за гэта конь. Остатние гроши, які вот там, ну, я нашелкал на одну тысячу, девятнадцать там, умовно кажучи тысяч, які засталяся у гэтых грошек, павинны быть патрапець у интернет згодна той схеме, якую падцверджваюць минагита провайдеры. А як ли туя хто, наприклад, тут байдер, вось у него сверху прописано, за вчорашний дзень, миллион там пятьсот тысяч наветных. С гэтой частки, гэта для того, што, все ровно вся мой протокол, куда я заходил с моего компьютера, он еще ровно фиксуется. И усувя зі сколькостю заходу на вось такие ресурсы, минавито провайдеры павинны давать звездки об тым, куды пайгуць моих останніх двадцать тысяч. И усувя з гэтым, я буду розуметь, што аутарства тых людей, які я прапанавали свою и ўже желтым ліку, што я навсё ровно пропадую. Да, може быць гэта там адзін цент за місяць нагажыць там аднаму чалавеку или непопулярному, але крупные ресурсы реальна змогуць дады праотягать свою працю. И вось такая схема размеркавання моих гробов. Я на ней покрызюць меню рекаутара і оборонюць моё пачуцце того, што я закона, што я саправды сябрую с законом, я на мене зробіць чалэкам якому нибудзе сором на перетым, што за то, што я напрацюць. А якщо чалавек зайдёт і пожалеет, а то, што я зашёл, с ньбо тожа така цель? Зразуме́ло. ВЫ зашли кубе, но гэта вы не подтвергиваюць. Но вы всё ровно заходзіць на основные сайты, на які хотілася тут заходзь, правильно? Таких людей миллион, не заходзіць миллионы на сайт. Я спробую сгорнути, ну, і назбирати трошки злово ещё, у тебя бошні полос два, на репельні короткі. Я просто хотела озвучить вопрос, который меня мучить очень давно, мне кажется, мы просто забыли, что такое искусство, и сделали искусство в бизнесе, и получили, что сейчас современное искусство. Добре. Есть ещё что-нибудь? Я просто хотела задать вопрос по поводу того, а кто будет определять, кому эти деньги? Я слушаю музыку, я плачу за интернет, и вы говорите, чтобы распределять кому-то деньги. то есть, вот я взяла, за большинство пасеки. Я не могу задать, потому что Олег зразумело подумачил схему, да? Это схема, я пойду оберговаться у будущих. Поглядите и намалюется схему, вот я какую там, Олег выкладаю, там прикладно зразумело, кто будет платить, и за что. Я могу сказать, существует решение, похожее в программных проектах, когда люди выкладывают исходный код там же, где у них хранится лицензия, они могут воспользоваться услугами третьего сайта, который называется Flutter. И нажимая на эту кнопочку, каждый месяц вы их просто там, ну то есть, каждый месяц вы 10 долларов носите на счет, и нажимая на эти кнопочки на разных сайтах, они распределяются. То есть, вы просто жмякаете как бы плюс один, а сам Flutter распределяет ваши 10 долларов. Вот этот механизм может работать, потому что нужен механизм контроля. Пользователь должен в конце месяца действительно увидеть, кому пошли вот эти вот деньги, потому что иначе это будет... И вот это уже может быть завтра. Это за комментарием. Это завтра, ну, завтра вы спросите, кто это может запрансовать? Ваш выход? Включение, да? То есть больше комментариев не есть? Никаких. Отлично. Ну, значит, вернусь к теме, которая была поднята, которую, в общем-то, довелось формулировать. Почему ее довелось формулировать? Я надеюсь, что каждый получил какой-то ответ. Немного добавлю, да? То, что, в общем-то, всегда существует две тенденции. Централизация чего-то и, наоборот, распределение горизонтального. Вот сегодня интернет начался как сеть, то есть как горизонтальное явление, которое покрывало всю планету. На данном этапе интернет концентрируется. То есть, вот как говорили, что Google концентрирует определенные большие потоки информации. Другие корпорации тоже. То есть происходит, в общем-то, приватизация виртуального пространства. Сейчас это уже зона вот такого борьбы, но, в общем-то, понятно, что пространство будет разделено. Вопрос разделено в плане владельцев инфраструктурного. И второй вот момент, то, что происходит вот этот закон авторское право. Его, на самом деле, история далеко до XIX века уже там, с книгопечатанием все это началось. А тут вопрос другой, то, что авторское право из закона для авторов, название автора, который сейчас уже рассматривается не как какой-то субъект, это вот его там уже все разложили по полочкам и по каким-то пунктам. Из узкого закона переходит в закон, охватывающий большинство людей. То есть в интернете там половину планеты, да, используется какой-то контент, тоже уже половины белорусами. В общем-то, закон об авторском праве – это такая центральная точка, которая будет вести к множеству проблем, которые здесь были обозначены. То есть мы так или иначе будем выходить в проблеме прозрачности управления, да, и принятие вот этого вот механизма, который может обеспечивать деньгами там авторов. В проблему контроля финансовых потоков, да, в проблему касания, хорошо, если все так распределяется, то большие корпорации имеют коммерческую тайну как защиту. То есть мы будем выходить все на другие законы. То есть моя задача была в чем? В том, что авторское право – это не закон, касающийся узких групп, это закон, касающийся большинства граждан. Граждан. Хочу подчеркнуть себя на гражданах, потому что это те люди, которые понимают законы, в которых они работают, они участвуют в создании этих законов. И виргелизм, который существует в обществе не только в отношении законов об авторском праве, и смежных правах, а вообще в большинстве законов, которые у нас есть. То есть закон об авторском праве – это такой пример, который показывает, в общем-то, пока граждане не будут участвовать в создании законов, пока они не будут определять эти законы, будет эта проблема, существовать и куча других проблем на самом-то деле. То есть смысл участия граждан в принятии, формировании законов. А мы в пиратской партии. Все, на этом я хочу закончиться. Вихаил, мы хотим сказать, что кто-то отрывал некий отказ. Я не якорь отказом, нет. Я в ситуации, может быть, в особистых гражданах находишься постоянно. Это значит, что я чувствую, что свет либо изменяется, ну и складается некая тотально новая структура социальных относин, новых процессов, какими я не володаю. Вопрос, что я живу в свете, какие-то неосенсованные, незразумелые, находятся в некем новом становлении. И нема просто их отказу. Нема просто их отказу на некие пытания. И тут просто черковый раз я ловился на недостатках моего разумения. Того, что отбывается. Вопрос, что мозга не хватает. Мысления, емкости, мысления, категоризации, подходов до этого мовы, и уасна, какая позволяет скопить тое, что у себя отмерзывалось. Ну, не стоит. Е, не стоит. И тому, кто говорит, я дель недалекий никаких там отказов. Особливо от простых отказов к штабу «громадяне», «э-ге-ге», «я-бы-сакрон», «я-бы-демократы», и все такое. Все темы возвращаются к этому. Я хочу все-таки быть в последнее слово сегодня. Я молчал все время. Когда у меня сентенцию и вернусь до него попытания, то можно вернуть хоть до якого-то пытания. Верните. У меня есть какая-то другая тема. Сейчас я хочу завершить. А лишь завершить? Да, да, да. Мне было бы два последних. Если мне дало последнее слово, то я думаю, что стало последним. Без комментариев. То, что, в общем-то, да, легких рецептов никто не говорит. Никто не говорит, что автор должен работать за воздух. Но сейчас ситуация концентрации. Вот я вернусь к своему тезису, что, в общем-то, у автора, как он стал достаточно объектным, то есть с ним делал все что угодно, но у него сконцентрировалась большая власть. Вот я бы хотел, чтобы творческие люди на этом этапе участвовали не как, в общем-то, те, которые произвели что-то и отдали, а они несли, в общем-то, рациональное зерно. То есть они могут нести просвещение. Вот. И автор, как и центр просвещения, в общем-то, проект «Ляпи Струбинской» интересный. Есть возможность, на мой взгляд. Я хотел бы, чтобы таких проектов было больше. Проекты, которые несли бы, используя свою возможность не только развлечения, не только какую-то идеологическую установку, но и давали, в общем-то, зерно это, не знаю, истинно, не истинно, она может все угодно. Все. Продолжение следует...